Изменения в федеральный закон о техосмотре должны были вступить в силу еще в июне прошлого года. Однако из-за пандемии коронавируса их утверждения отложили на более поздний срок. И вот теперь обязательным стало прохождение технического осмотра исключительно с заездом на аккредитованные станции. Хотя раньше это можно было оформить через интернет, без посещения специалистов. Начало и конец процедуры обязательны для фотофиксации с последующим размещением данных в единой базе. Сотрудники госавтоинспекции уполномочены участие в техническом осмотре автобусов и осуществлению государственного технического осмотра транспортных средств. То есть осуществляем надзор за правильным проведением технического осмотра транспортного средства. Транспортное средство заезжает на пункт технического осмотра, после чего экспертам полностью осматривается транспортное средство на техническое состояние. Очередное транспортное средство заезжает на станцию техосмотра. В первую очередь проверяют документы. Даже если с остальным будет полный порядок, отсутствие требуемых бумаг, аптечки или огнетушителя может стать причиной отказа в выдаче диагностической карты. Если есть газовое оборудование, опять-таки проверяется документация, в дальнейшем проверяется утечка газа, после этого автомобиль заезжает на яму. Здесь мы проверяем ходовую часть автомобиля, проверяем натечу жидкости, проверяются колеса. Сейчас проверяются репеты крылья на новой части, на конечнице шара будет. Потом проверяется натечу жидкости, проверяются тормозные шланги. Если газовое оборудование стоит внизу, проверяется газовое оборудование на предмет утечки. Это мы сейчас проверяли ходовую, проверяли тормозные шланги, проверяли на предмет утечки жидкости. Всё у этого автомобиля нормально. Сейчас будем проверять дух рулевой колонки. Данная машина не проходит техосмотр, так как у неё 39 градусов. Этот показатель должен быть не больше 10 градусов. С тормозами полный порядок. У автомобиля данная система работает исправно. К сожалению, экспертам хватило несоответствия всего лишь по одному из пунктов требований, чтобы отправить транспорт перевозчика устранять несоответствие. Ему даётся на это до 21 дня. Если всё в порядке, почти тут же получит диагностическую карту. Как пояснили автоинспекторы и эксперты по техобслуживанию, изменения в федеральный закон направлены в первую очередь на обеспечение безопасности самих участников дорожного движения. Не секрет, что транспортные средства зачастую выезжают на маршруты, не имея на то необходимого допуска. Теперь же часть нарушений будут устраняться на начальной стадии. За остальными недочётами обязаны следить в самих организациях, которые занимаются перевозкой людей. Собственно, для этого надзорные ведомства периодически и проводят рейды на дорогах региона. В период с 18 по 28 марта текущего года на территории Карачаева-Черкесской республики проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус». Основная задача мероприятия – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с транспортными средствами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и легковым такси. Особое внимание обращается в первую очередь на документацию при остановке транспортного средства, то есть на путевой лист, на прохождение предрессового медицинского осмотра, предрессового технического осмотра. Далее внимание обращается на техническое состояние транспортного средства, на внесение в него изменений в конструкцию данного транспортного средства. При выявлении технической неисправности владельцу транспорта будет дан некоторый срок для её устранения. Если повторная проверка покажет, что собственник проигнорировал требования автоинспекторов, средство передвижения через 10 дней может перейти в разряд металлолома. Деревите документы, пожалуйста. Водительский, техпаспорт, страховку, диагностическую карту. У водителя должно быть две обтечки, два огнетушителя, страховой полис, путевой лист, диагностическая карта. Параллельно представители транспортной инспекции проверяют наличие лицензии на перевозку пассажиров и сам факт внесения средства передвижения в реестр. Если в чем-то специалисты выявят несоответствие, к водителю и владельцу предприятия могут быть применены административные меры. По словам проверяющих, далеко не всем пассажирам нравится, что их автобус или маршрутку остановили для проверки. Однако люди должны понимать, что это делается в первую очередь для их собственной безопасности, поскольку последствия из-за недосмотра за состоянием транспортного средства бывают куда плачевнее, чем потерянное время. Артур Махцемиха, Каракелян. Итоги недели. Артур Махцемиха, Каракелян. Итоги недели. Продолжение следует...